Всем привет! С вами ваша Танюша. В сегодняшнем видео я покажу, как я буду делать коррекцию на девочке. Мы будем менять и форму, и дизайн. Ноготкам у нас месяц. Как видите, длина уже отросла. Есть небольшие коцки на верхнем покрытии. Мы это все сейчас снимем. Будем менять форму на миндаль. Длина чуть-чуть уйдет. Маникюр будем делать сейчас. Посмотрим по состоянию кутикулы. Возможно, будем делать комбинированный. Верхнее покрытие я убираю своей любимой керамической кукурузкой на примерно 20 тысяч оборотов. Сначала я сниму покрытие, а следующим шагом мы будем моделировать уже форму непосредственно. Мы сняли верхнее покрытие. Как видите, да? Никаких отслоек, никаких потемнений на ногтях не имеется. Все ноготочки в отличном состоянии. Вот такой у меня ремовер для кутикулы. С его помощью кутикула более легко поддается удалению. Оно безопасно размягчает кутикулу и тем самым делает более легким матье кутикулы. Оно очень быстро впитывается. Средства мы уже нанесли. Сейчас я буду удалять. Сейчас я буду поднимать кутикулу вот этой насадкой. Это у меня такая вот копьё, я её называю. У неё очень мягкий абразив. И с помощью её я удалю наросший птериги, а также поднимем кутикулу юбочкой, чтобы для дальнейшего удобства её снятие либо шариком аппаратом, либо будем делать обрезной комбинированный маникюр. Начинаю я, как всегда, с краёв синусов. Видите, да? Кутикула очень мягкая уже после этого средства. И довольно-таки легко поддаётся очищению. Так, чуть-чуть поближе попажем. Шикардос просто. Мягенькая всё. Одно удовольствие работать. Не больно? Нет. Хорошо, так отходит. Главное, что не больно, да? У меня новое средство. Я до этого другое брала, у меня была Космо ремойпер. А сейчас я сделала новое, потому что Космо перестали выпускать. Прям чувствуется, что когда улишь, это как мягкая. Да-да-да-да, оно прям какое-то такое жвачка. Ну да, прям как-то по-другому, не по сухой форме. Я уже делала девчонкам, себе тоже. Мне понравилось. Космо он немножко другую консистенцию имел. Он как-то гелеобразный, а этот как-то немножко по-другому. Так, видите, да? Кутикулу мы подняли, почистили птериги. Все кармашки тоже прочистили. Сейчас будем удалять уже непосредственно саму кутикулу. Ровной колбаской я срезаю кутикулу ногтя. Вот эти вот мелкие вот остаточные материалы можно легкими вот такими движениями доубирать. Это не страшно. Так, вот сюда еще. Самое сложное это, если глубокие карманы синусов. Туда сложнее всего подлезть, но в принципе, если удобные ножницы, да, носик тонкий, то нужно залезть в любые залежи. Так, вот сюда. Так, вот сюда. Вот такой идеальный маникюрчик у нас получился. Сейчас будем придавать ноготкам медалевидную форму. А следом уже делать непосредственно коррекцию. Освежать, так сказать, покрытие геля. Ну и дальнейшие этапы увидите в процессе уже. Форму я могу выпиливать как пилкой, так и аппаратом. Сегодня я это буду делать аппаратом. Мне так быстрее и проще. Длину мы убирать не будем. Мы только лишь придадим ноготкам форму. Да? Да? Да, но я не люблю. Смотри. Неси ноги. Ну как тебе? Ну, в принципе, надо. Можно убрать. Не надо, так они короткие будут под красный. Спиливаем сросший торец снизу. Вот так. Вот такая вот красота у нас получилась. Форма медалевидная. Почистили ноготочки снизу. Покажи. Зачистили все остатки пищи, бытовую химию. Ровные торцы, как видите. Ногтевая пластина имеет природную арочную форму. Это очень хорошо. Красивая форма ноготочков. Ну что, начнем делать, вкладывать гель уже непосредственно. Нанесем ультрабонт. Ультрабонт у меня коди. Наносим исключительно на отросший край ногтевой пластины. Сначала я тонким слоем прошлась по всему ноготочку гелем. А сейчас я просто набираю вот такой вот шарик и раскатываю его по ноготочку. Ставим. Просушили мы нашу базу. Снимаем липкий слой. Такая красота получилась. Все-таки есть небольшие погрешности. Поверхность не идеально ровная. Поэтому сейчас мы подровняем все аппаратом. Доведем, так сказать, до конечного уже результата. Подготовим ногтевую пластину к нанесению цветного геля. Продолжение следует. Смотрите, какая разница, когда неопиленный ноготок, он такой пухленький, а если мы его опиливаем, то он такой прям обтекаемый, приобретает форму более обтекаемую. Более естественно смотрится, нежели вот эти вот кругляшки такие. Мы выбрали два цвета гелями, работаю блюскай, ну не только блюскай, у меня разные есть в ассортименте, но сегодня мы будем работать вот этими, этот больше похож на белую молочную базу, в общем, будем сейчас сочетать эти два цвета. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот такой у нас дизайн сегодня, будем перевоплощать на наших ноготочках. Я нанесу прозрачный топ и уже непосредственно наню блёсточки. Так, мы будем сочетать вот эти вот красный песок с вот таким вот золотом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас мы будем запечатывать блестюки наши. Также мой любимый Blue Sky Top, он у меня универсальный, для всего. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пройдёмся маслесом по кутикулке, чтобы оно восстанавливало вот с такого механического вмешательства, да, и смягчило, так сказать, увлажнило кожу на кутикуле. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вот такая вот красота у нас получилась. Время в работе заняло два часа ровно. Так, две ручки рядом, покажи. Чуть не забыла попрощаться. На этом моё видео подошло к концу. Если оно вам понравилось, не забывайте ставить свои лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новых видео. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok